Первый деловой день форума, 10-го юбилейного форума регионов, начинается солнечно. Ведь именно такие безоблачные отношения складываются между регионами Белоруссии и России. Сегодня в Уфе делегации 58 регионов России и всех областей Белоруссии. К подписанию готовы свыше сотни соглашений различного уровня, а сумма контрактов претендует на рекордные полтора миллиарда долларов. Форум регионов – это место, где контракты рождаются в полях. По принципу «пришел, увидел, победил» белорусская техника – абсолютный фаворит. Тем более, что автомобильная промышленность – лучший пример кооперации Белоруссии и России. Белорусский общественный транспорт уезжает в самые отдаленные уголки России. Глава республики Бурятия лично пришел опробовать трамваи, совместное производство которых наладят в Башкортостане. Только что посмотрели новый трамвай, и это производство как раз России и Белоруссии. Мы с Белоруссией уже давно работаем. Белоруссия, как обычно, поставляет сельхозтехнику, коммунальную технику, в том числе и в республику Бурятия. Мы уже были в Белоруссии, несколько раз у нас есть определенные взаимоотношения. Сегодня мы их расширяем, углубляем, подписываем дополнительные соглашения. Поэтому такое взаимодействие, даже несмотря на то, что расстояния у нас большие, все равно есть, и оно развивается. Увидеть силу регионов можно на выставке достижений промышленности Белоруссии и России. Свои лучшие образцы представляют 10 белорусских и 19 российских компаний. Среди экспонатов БелА с массом ТЗ миниатюру ВДНХ в Уфе посетили главы парламентов Белоруссии и России Наталья Качанова и Валентина Матвиенко, которые уже прибыли на форум. Парламентарии также присутствовали на подписании соглашений между регионами Белоруссии и России, Бурятии, Тывы, Башкортостана и еще порядка сотни. План подписывают премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Степанович Караник. Деловая программа форума стартовала с совместного заседания торгово-промышленных палат Белоруссии и России. Акценты для переговоров в двустороннем формате с бизнесом расставляют время. Развитие семейного предпринимательства и совместное производство газомоторного топлива. Ключевые тезисы представят уже завтра. Семейный бизнес – это тема всемирная, везде присутствует с точки зрения газомоторного топлива. Нам кажется, что сейчас период, когда необходимо этой темой более серьезно заниматься. Это и для Белоруссии важно, и для России очень важно. Импортозамещение и кооперация – это сближение наше, оно уже дает результаты. Уже появилась продукция, которая собрана полностью из составляющих российских и белорусских. Поэтому новые виды продукции в нашем машиностроении уже появились первые образцы. Гуманитарное сотрудничество, общественная дипломатия, реализация единой промышленной и аграрной политики, туризм, волонтерство, современные информационные технологии. Девять секций заседаний позволили обсудить, кажется, все, что сегодня объединяет страны. Михаил Иванович, многие скептики говорят, что форум регионов немножко изжил себя как формат. Я бы этим скептикам сказал несколько по-другому, что он не изжил, он только начинает жить. Поэтому с каждым шагом набирает силу. И вы посмотрите по количеству участников, по количеству секций, по количеству предложений. Другой вопрос, что все решения, все предложения, которые крайне необходимы, они должны браться на жесточайший контроль для того, чтобы исполнялись. Добрососедство я уже не хочу применять, потому что это слишком обтекаемый термин. И к нам он не подходит. И, конечно же, нужно узнавать особенности каждого из регионов, чем удобна эта форма. Потому что не в общем, не то, что поднимается и концентрируется на уровне государства. А каждый регион показывает от своих кулинарных предпочтений, заканчивая какими-то промыслами. Каждый хвастается своими знаменитостями. Беларусь и Россия говорит на одном языке, а в самом широком смысле. В Уфе развернулась уникальная улица дружбы, где свою аутентичную культуру и туристический потенциал представили регионы. Завтра состоится главный день форума. С участием спикера верхних палат парламентов на пленарном заседании обсудят итоги и перспективы десятилетнего пути. Но уже сегодня юбилейный десятый форум, который когда-то предложил Александр Лукашенко, доказывает, что силы регионов в единстве. Кристина Протасовицкая, Виктор Рубека, телекомпания СТВ, Россия.